Всем привет, с вами Евни, и сегодня мы задаём ОГЭ. Это для меня первое ОГЭ в моей жизни, и это мой первый экзамен, и из-за этого мне страшно, ну как страшно, просто что-то незнакомое, и я чуть переживаю, хотя ОГЭ по обществу, я знаю, что я задам, мне уже скинули все там возможные ответы, но я их не собираюсь выбрать, потому что я посчитала то, что они мне будут только мешать, ответы достаточно непонятные, очень какие-то, ну, поверхностные, типа. Несколько заданий, и всё, типа, делаю сам дальше. Короче, ответы не ответы, и я их просто решила не трогать, не брать. Я уже умылась, намазилась, пьев кремом, я уже почти готова, осталось только покушать, я вчера себе с самого вечера приготовила салатик, сейчас я его доготовлю до конца, и можно будет покушать, я потом почитаю сейчас свою цитратку по обществу, потому что общество это всё-таки термины, это очень важно, чтобы по обществу знать термины, но термины я не знаю, я ничего не училась вчера, я просто знаю решать тестовую часть, я достаточно хорошая и в плане, ну, фортуны, я такой фортовый чел. Ну, короче, я считаю, что общество я сдам, надеюсь, что будет 4, но мне кажется то, что я могу и на 3 ошибиться, так скажем, но вообще я постоянно пишу на 4 и очень даже хорошо с этим справлюсь. Так что посмотрим, что будет за вариантом. Вот, сегодня я сейчас со мной пишет, кстати, Луиза и Анжелика, они пишут химию, это их не второй экзамен, поэтому они так сильно переживают, я думаю, хотя, ну, блин, химия, наверное, тяжелее для кого-то. Вот, ну, посмотрим, кто как переживает, спросим у них. Вот, так что я сейчас собираюсь, и мы выходим. Время, кстати, где-то 8 часов утра. Что по поводу моих сборов, что я тут уже собрала в 13, типа, мыла голову, так что мне сегодня ничего не нужно делать, мне тут уже, ну, я сложила, скажем, свой паспорт и две ручки. Здесь я выбирала свой лук, я хотела взять или вот эту вот футболку, или футболку оверсайз, типа, такую, как на мне, только нормальную, да, и вот такие вот штаны. Хотя на улице 24 градуса, но юбку я не хочу одевать, потому что я считаю, что мне будет некомфортно, неудобно. Я хочу, чтобы я оделась очень комфортно и очень удобно, как будет мне комфортненько, как я буду чувствовать себя хорошо, чтобы мне ничего не мешало. Тем более, у меня не будет никаких шпор, поэтому мне ничего не должно мешать. Вот такой вот салат на завтрак. Надеюсь, что все съем, хотя аппетита мало. Беру с собой сумку, паспорт, две ручки и 50 рублей, чтобы купить воду. Потом еще штатив и телефон, и ключи, все. Ну, что-то типа повторили, прочитала близки всю свою тетрадку, да и все, ничего нового, я не узнала все это, вроде бы знала, но, конечно же, ничего не помнила. Все, мы выдвигаемся, потому что, мне кажется, я уже жестко опаздываю, а еще у меня дико болит живот от стресса. Я прям чувствую, что это от стресса, не просто так. Трэш, 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 трэш. Я немного, я очень сильно уже переживаю. Даже немного, я очень сильно переживаю. Сейчас я заберу Анжелику, я не знаю, где и когда подойдет Луиза. Я отклеила этикетку на бутылке, потому что нельзя с этикеточкой, вроде бы, насколько я знаю. Там немного опаздываю, потому что 54 минуты, нам нужно быть в 00, в 9.00 быть там, но, я думаю, это не важно. Оксайм все равно в 10 начинается. Еще целый час переживать. Вот, идет. В рубашечке, что-то я не по стилю одета. Ну что, на сколько хочешь написать? На 5. А думаешь, на сколько напишешь? На 5. Я считаю, что я затащусь. Блин, вот будет позор, если написано 3 или на 4. Вот, но, короче, я думаю, что я затащусь. Потому что я вообще... Машина! Ну, короче, вообще, я думаю, все в порядке. Я вообще расслаблена, у меня в голове танцы. Устроим танцы. Трэш, 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 трэш. Это пространство. А что у тебя? У меня, думаю, что будет... Ну, вообще, надеюсь, на 4. Но я могу и на 3 написать, как я вам и говорила. Могу написать на 3. Ну, скажем, умею, практикую. Но я фартовый, из-за этого у меня все-таки 4. Ну, кстати, я Тору могу и на 4 написать. Случайно. Вот. Но я вообще думаю, что 5. Тор, который фартовый. Мы очень фартовы. Вы бы знали, какие мы фартовые. Но я вот считаю себя вообще очень фартовой. Я без единой шпоры. Я не знаю, когда я реально... Вот, когда я перестала людей обманывать? И вообще, что-либо делать такое прокраинческое. Но я сегодня вообще без шпор. Только на своей уверенности. Ты тоже? Нет. Я за своими шпорами. У меня есть всего лишь одна шпора. На 8-ое задание. Это то задание, на котором я всегда проваливаюсь. Вот. Ну, у меня химия. У меня лук, что ладно бы, если мы сдавали одни предметы. Но нет. Разные. Ты вообще переживаешь? Ну, как я и говорила, у меня танцы. Нет. Вообще, если просто вот через танцы, через хорошее веселое настроение, я буду очень так вот расслабиться. Но так, сердце мне быстро стучит. Руки потряхиваются. Ну, в принципе, нам. Вот. Сильного какого-то переживания нет. Потому что у меня уже был первый экзамен. И я думаю, не знаю, плюс-минус, что будет. Какая обстановка будет. Вот. Поэтому мне более-менее нормально. Угу. А что, если я так, как будто мне интервью встаж? Ха-ха. Ой, такое хорошее настроение. Какой-то не экзамен пишу, а не знаю, в отпуск еду. У меня тоже хорошее настроение, но у меня до сих пор болит живот. Из-за волнения просто что-то, как будто все трясется в животе. Хотя я не скажу, что... Я вроде бы как, типа, покушала, все должно быть хорошо. Но как-то что-то нехорошо. Посмотрим, что будет. А где Луиза? Я не понимаю. Ну, она там, наверное, в Сибири. Она всегда рано приходит. Ну, ладно, сейчас придем к ней, спросим у нее интервью. Вот как выглядит наша школа. Здесь в нашей школе сдают все. В принципе, кто здесь есть в нашем поселке, все сдают только в нашей школе. Все в рубашках, блин. Что они сочетают с этим луком школьным. Вот она. Луиза. Рассказывай, на какую цену хочешь написать? Хотя бы на три. Думаешь, на какую напишешь? На три. Ну, ладно. Какого ты настроя? Переживаешь? Меня трясет. Хотя, я думаю, меня не будут трясти, потому что, ну, я более-менее чем была уверена, что нормально все будет. Все, я вас заставляю здесь и ухожу. Вот я вышла. Это был ужас. Я выпила столько воды. Я выходила два раза, что ли. Один раз я вышла просто выпить воды, второй раз я вышла, чтобы сходить в туалет. Я сходила, а там просто лежат ответы на полу. Я конкретно смотрю, а там А4 листы распечатаны. Я, типа, зашла в самый удобный туалет. Ну, типа, не по поводу того, что я не выбирала там, где ответы. Нет, я выбирала там, где удобнее, чтобы сходить в туалет, а не ответы смотреть. Но я седала на туалет, так скажем, делала свои дела и вместе с этим смотрела ответы. Почему? А не знаю. Просто меня смущал один вопрос по поводу экологической катастрофы, проблемы. Вот. И я думала, что вдруг там что-то есть, но там было только что-то похожее, но не было именно того, что я хотела узнать. Это было по поводу проблемы, то, что связано с тем, что у нас уже переполнен мир. Типа, людей слишком много. И из-за этого ещё и накладывается на это экологическая проблема. Ну, я, короче, не знаю, что там. Написала, ну и написала. Хорошо. Вот. Жалейка уже ушла. Луиза ещё стояла там, возле школы, обсуждала с девчонками проблемы тоже. Вот. Блин, у нас закрыт этот забор. Я думаю, здесь открыто, чтобы я этот прошла, потому что, блин, он закрыл. Принется идти туда-обратно. Я вышла самая последняя за аудиторией, потому что я, не знаю, я очень... Я переживала под конец общения. Я не переживала весь экзамен, но под конец, как только я услышала то, что осталось 30 минут, ну, даже, знаете, час был. Я только в этот момент до окончания экзамена оставался час, и я только в этот момент начала переписывать всё в бланк номер два. Вот. Ну, потому что, блин, я кучу всего написала в черновик. Я писала, 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 писала. У меня всё было написано. Вообще, я написала все. Все задания я написала. Я решила все задания, хотя обычно я решаю только 22-го. А 23-24 я не решаю, потому что я его не понимаю. Но оказалось то, что это просто попался легчайший вариантик, связанный с экономикой, ВВП и так далее. Вот. Экономика это вообще, в принципе, легко. Там можно что-либо накалякать. Вот. Что ещё там такого было прям? Мне понравилось 20-е задание. Я 20-е задание никогда не могу сделать нормально. Почему? Потому что я не понимаю. Ну, типа, знаете, все вот эти вот объяснения, вот, нужно учить. Я не учу. И мне, знаете, что попалось? Правильно. Мне попался гимн. Это было легчайше. Там просто был флаг наверху, написано его обозначение. А потом просто песня, что-то там государственное. Я такая, это же гимн. Это было дико легко. Я, в принципе, считаю то, что четвёрка там точно есть. У меня это... Ну, вообще, мне очень хороший вариант попался. Ну, прям легчайше было. Но всё равно ответами я так и не пользовалась. Типа, я их прочитала, но мне ничего из этого в туалете не помогло. С собой ответы я не брала, но поняли. Ну, сойдёт, сойдёт. Вот, пока что я ещё на некотором стрессе. Вот, сейчас пойду домой. И потом нужно будет уже ехать в магазин. И потом ещё идти гулять, потому что сегодня дико тепло. Вы видели, все в шортах ходят. И я в этом... Луки. Ладно, ещё немного добавлю о том, что вставался час. И я смотрю, сколько много всего я написала. И мне казалось, что я всё, я в пролёте. Ну, типа, настолько много заданий. Я тут понаписала, куча всего. Ну, просто, ну, поэму уже написала. Мне кажется, что я не успела бы её переписать за час. Но оказалось, что у меня ещё стало где-то минут 15. Но я всё равно вышла последняя. Как всегда, я обожаю выходить за аудиторией последней. Потому что, я считаю, что надо сидеть до конца. Обзор покупать те. Маковый рулет. Помидоры. Батат. Творожный сыр. Зелёные яблоки. Кабачок. Два вот таких вот творожка с чизкейком. И чесночный соус от Heinz. Распаковка. Чё, он такой большой. Ну, такой, знаете, интересный рулетик. Маковые рулеты давно не ела. Это вообще просто кайф. Вот такой вот разрезик, типа. Вот такой вот разрезик. Немного в дырочке получилось. Вот так вот. Как вы думаете, чем я занималась после моего прихода домой? Правильно. Я сидела и вместе с Анжеликой отправляли друг другу рилсу в Инстаграме. Я лежала на диване и просто на дружеску смеялись с ней. И листали ленту Инстаграма. Мне дико понравилось. Влад, мы с ней собираемся сейчас идти гулять. Вот. Вообще у меня настроение такое. Тики-та-та. Тики-тики-та-та. Ну, вы понимаете, да? Настроение бомба-пушка. У меня жестко схватила судорога за вот эту вот ногу. Короче, жестко больно. Ну ладно. Судорога это не самое страшное, что бывает в нашей жизни. Поэтому сейчас собираемся и идем гулять. И кушать ромовую бабу. Почему? А потому что, не знаю, хотела и хочу. Покушаем. Красотка. Гуляем. Как всегда, наши картишки. Вот негодяйки. Азартницы. Вот это вот она. Все, сейчас поставлю, будете смотреть на нас. Продолжение следует... Пришли за романой бабой. Красота. Суховато. У нас уже 10-й час. Прикиньте, как светло. Вообще трэш, да? Красота. У нас не паспорт, он что-то не заметил. Ну, реально пасмурно. Ну, мы с Анжеликой решили то-то, что завтра поедем жёстко отмечать наступление лета. Завтра 31 мая. Получается так, что можно отметить, так скажем, наш новый уикенд. Мы написали первый экзамен. Ну, я, Анжелика, второй. Завтра начинается последний день лета. Поэтому мы решили его отметить. Завтра съездим в город. Покатаемся на самокатах, покушаем хачапури. Потому что мне тогда очень сильно понравился тот хачапури. И я решила, что я его хочу ещё. Вот. И предложила завтра Анжелике снова съездить туда. Ну, я давно её предложила, конечно, чтобы мы съездили и покушали хачапури. Потому что наступает лето. Как говорится, отметить. Потому что прошлое наше лето прошло не очень удачно. Потому что мы с ней сидели дома. Постоянно нам, так скажем так, хотелось. И мы провели очень скучное лето. И оно прошло мимо нас. Это лето мы хотим провести дико весело. Поэтому у нас каждый день новый праздник. Вот. Завтра также поедем. Пойдём. Пойдём ко мне на ночёвку. Я хочу... Ну, мы захотели посмотреть поезд в Пусан. Представляете? Анжелика собрала смотреть дараму вместе со мной. Поэтому пойдём ко мне на ночёвку смотреть поезд в Пусан. Жёстко трястись и бояться. Вот. Завтра снимать влог, наверное, не буду. Вот. Sorry, конечно. Это, наверное, такое интересное будет завтра день. Но посмотрим, посмотрим. Может быть, я, кстати, его и сниму. Потому что давно вам хотела снять, как мы катаемся на самокатах. Регина. Во влог попала. Как говорится. Засняли. Yes. Кататься на велосипеде. Я тоже хочу кататься на велосипеде. Знаете, Завин? Тоже хочу. Ничего. Прорвёмся, покатаемся, как говорится. Вот. Я такая иду. Со штативчиком такая. Штативчики, объективчики, как говорится. Про что я вам рассказываю? Я уже не помню про что. Я рассказывала про то, что хотела вам снять давно. О том, как мы катаемся на самокатах. Но никак не доходили мои ручонки. Но, думаю, завтра, может быть, дойдут. Посмотрим. Не знаю. Уже вечер. Я пришла домой. Поделала всякие дела по дому. Просто чисто, знаете, как обычно. Вечер развесила. Все. Стирочку закинула. Постирала. К завтрашнему дню готова. Все-таки влог завтра я сниму. Потому что день реально интересный. Тем более 31 мая. Я сейчас играю в Sims. Представляете? Я так давно не играла в Sims. И решила поиграть. Снова в своем репертуаре. Снести весь дом и построить новый. Ну, ничего страшного. Сейчас построю новый. Посмотрим, что получится. Мне кажется, что и этот дом мне тоже не понравится. Я проиграла. Что-то как-то не стало. Даже дом не построила заново. Потому что нет у меня такого вдохновения сегодня. Так что я сейчас пойду монтировать остальные мои влоги. Потому что сейчас только 00. А я ложусь обычно под 4 часа утра. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Подписывайтесь на канал.